Рогмастерс 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 В любом случае, спасибо, что смотрите, потом уже между картами залогинюсь, открою чат, а пока Firestorm принимают довольно наглый выход под базу А от команды Спартак, это был врыв с тэками, но как раз к подобному развитию событий Firestorm были максимально готовы, мало того, что укрепили точку А, так еще и Элиас нафармил очень здорово 4 фрага из UMP-шки. Вот почему-то снова пауза заходит. О, отлично, давайте стрим в стриме будем делать. Клавиатура выключилась, я успел прочитать в чате. Ну, слава богу, что не электричество клавиатура, это, конечно, печально, но фиксится, я думаю, довольно быстро. Будем надеяться, что она не погибла или на крайний случай где-то есть в шкафу запасная. Два раунда позади, Элиас 5 к 1, Алмазер на двух фрагах все еще, но толком матч еще не стартовал, поэтому, конечно, по фрагам какие-то выводы делать еще рановато. Пинги у всех хорошие от 6 до 30. Флэш, как мы видим, с 30 пинга, но опять-таки проплех недалеко от него ушел, так что даже в этом аспекте ситуация паритетная. Давайте, наверное, оглашу полный пик-а-бан, раз уж у нас все равно пауза. Карты известны, но, думаю, для ценителей российского КСика будет любопытно, кто от каких карт избавился. Файршторм. Вычеркнули трейн. Спартак избавились от оверпасса. Сейчас Мираж, далее Кобл. После этого в бан улетели Кэш и Нюк. Именно Спартак выбирали. Что же будет третьей картой, Нюк или Инферно? Ну, предпочли все-таки Инферно. Так, пауза снимается. Спартак делают экономический раунд с попыткой засплитпушить точку Б. Но тут, скорее всего, вновь ничего не получится. Хотя, интересно, вот тройка игроков спустилась в тоннель. Идея была, но мы видим в этот раз, как и в предыдущем раунде, Файршторм очень гибко приспосабливается по ходу раунда. И уже втроем под коктейль Молотова встречали попытку занимания центра карты. Коди Блэк последний. Без шансов его расстреливает Дру Файр. Раунд заканчивается без потери для Диффенса. И это, на самом деле, великолепные новости. Куча денег, огромный фарм, ну и начало карты со счета 3-0. Что может быть лучше для Файршторм? Наверное, только выигрыш и в этом уже девайсном раунде. Покупаются сразу две снайперские винтовки. Решили не скупиться в Файршторм. Видимо, все-таки понимая, что против них фаворит команда Спартак. Отличная карта, но по ней ничего не понятно. Ру Файр поджимает Б-дом. Тони Блэк плюс Проплех. По идее, должны это контролить, но беда пришла в центре. Алмазер загулял. Получил, мы видим, вот такой вот прострел снизу вверх под окно. И одна из снайперских винтовок уже погибла. Причем, ну, даже не успел как-то реабилитироваться. У нас Алмазер хотя бы выстрелить по центру. Коэффициенты, забыл огласить, очень красноречивые. 1.07 против 4.99. То есть, если вы преданный фанат команды Файршторм, то Кефчик 5 поможет умножить ваше богатство. Но пока что-то на девайсном раунде не получилось у Файршторм. Пытается ворваться флэр с девятым тэком. Видит Проплеха, но минуса не последовало. Подбираются? Нет, Проплех не стал. Кстати, второе ВП подбирать. Выкинул в последнюю секунду. Ну и у нас Анатолий уже в привычной манере будет таким мейн-снайпером у команды Спартак. Что же касается Файршторм. Закупились очень серьезно. Наверное, даже где-то с перехлестом. Из-за этого сейчас бай не максимальный. Наверное, подчеркнем факт отсутствия дефьюз-китов у Файршторм. Хотя могли, могли купить хотя бы один набор щипцов на команду. Все-таки раунд у нас под номером 5. Очень даже важный. Решили сделать упор на раскидку и огневую мощь игроки Дефенза. Стоят 2-1-2. Да, слабое звено в центре. Это был флэш. Его просто без шансов сносит Джерри, кстати. Второй раунд к ряду. Именно Джерри дает первый минус. Ну и все. После того, как погибает флэш, оборона выглядит уже практически нежизнеспособной. Двойка на Б, двойка на А. Друг другу не халкуют, ребята. Ну и только за счет вот таких одиночных перестрелок могут еще побороться за этот раунд Файршторм. Тут, по-моему, уже прочитана вся ситуация на карте. Двигаются акцентированно под базу Б. Террористы Литл Минус. Джерри находит боком стоящего Алмазера. Ну, в общем, недолго радовались Файршторм. Взяли довольно уверенно первые три раунда. Но следующие два вообще практически ничем не смогли огрызнуться. То есть вот это занимание медла в одного, наверное, классно, когда вы играете более-менее на одном уровне. С противоположной командой. Но все-таки здесь Спартак. И если вы хотите уже драться за центры карты, нужен стак хотя бы из двух, а лучше даже трех игроков. Тони Блэк. Два первых минуса. Залетает Джерри через коннектор. Пытается справиться с Флэшем. Ну, тут, конечно, юспики вообще не смогли напрячь атаку. Счет становится 3-3. Ну, и на повестке у нас третий девайсный раунд. Файршторм. Я надеюсь, сделали какие-то выводы. И все-таки... Ну, или полностью отпустят центр карты, как это... Ну, не сказать, что принято делать, но довольно часто практикуют европейские команды. Или же все-таки будут занимать его более уверенно. Но нет, снова 2-1-2. В этот раз, правда, хелпа есть из-под шорта. Но какая разница, когда двойной пуш ковров заканчивается вот такими хедшотами. Антон Кибакин. Два безответных минуса. Под точкой А остается только один флэш. Но вся команда Спартак в полном составе уже штурмует эту точку. Поэтому, как бы там ни прятался Алмазер, жить ему оставалось считанные секунды. Бомба стоит. Ситуация 2-5. Нужно сейвить Спид 4К и Руфайру. Руфайра, кстати, нашли. Не очень-то он сейвил. Как-то вот... Не успел. Судя по всему, скрыться. Размен залетает. Но, опять-таки, с учетом настолько легкого захода в точку, Спартак могут себе позволить. Вот в такой манере загонять уже по одному игроков команды Firestorm. Выходит вперед у нас атака. Деньги снова заканчиваются у Диффенса. Ничего в итоге не засейвили. Закуп до двух тысяч. И в такой ситуации нужен креатив. Нужно что-нибудь экстраординарное. Все эти расстановки 2-1-2 не помогают. Возможно, даже вредят в какой-то мере команде Firestorm. Пять хаешек миддл. Занять яму. Поджать бэш. Что-нибудь непредсказуемое. Сейчас хотелось бы увидеть от Диффенса. Но нет. Небольшой стак в центре. Попытка игры на дистанции. Видимо, все-таки. Хотят отталкиваться от диглов. Даже в какой-то мере это получилось. Алмазер и Speed 4K дают по фрагу. Но вот правда на точке B. Возникли серьезные проблемы. Раунд 3 в 3. Ну и бомба уже стоит. Выбивание. Нет, уже невозможно. Проплег Литтл делают по фрагу. Последний у нас Элиас. Но опять-таки не успевает уже. Ну даже близко подойти к точке B у нас этот парень. Сейвить особо нечего. В его распоряжении только лишь Дигл. Поэтому в лучшем случае какой-нибудь шальной калашик заберет. И то, если это позволит сделать команду Спартак. Проплег все-таки идет. Все-таки идет в дом B. Видит Элиаса. Но не успевает среагировать. Такое тоже случается. Калаш уходит все-таки под контроль Элиаса. Но тем не менее что-то с раундами. Начался серьезный кризис. У Фаер Шторм. Кроме пистолетного и двух следующих. Пока ничем своих фанатов так и не порадовали. Фаер Шторм. Вновь попытка разыграть с двумя АВП. В первый раз на самом-то деле не очень получилось. Возможно какие-то выводы сделали все-таки Фаер Шторм. Флэш пошел в центр. Попытка пикнуть. Но выстрела нет. Пытается просто в щель просмотреть Смоук. Джерри снова подкрался уже через метро. Флэш его увидел. И спрятался. Но вот эти АВИКи должны наверное все-таки искать свой минус. К сожалению этого не происходит. Флэш уходит на КТ. И Алмазер единственный кто смотрит центр. Великолепный тайминг. Подловил Джерри в центре у нас Алмазер. Наверное все-таки слишком просто играл Джерри. По нему была инфа. Он еще скомпрометировал свою позицию этим Смаком. И выходил как раз таки через полсекунды. После того как этот дым раскрылся. Так вот залогинился наконец-то на Твич. Так что пишите в чате ребятам. За кого болеете. Если фанаты команды Фаер Шторм. Все-таки Спартак. Напоминаю в самом первом матче уже успели проиграть. Шерифом. И карабкаются изначально по нижней сетке. Наверное это даже как-то в минус сыграло для более слабых команд. Потому что Спартак щелкают как орешки абсолютно всех на своем пути. Флэш не попадает в спину. Ну Литл. Будет ли пытаться отомстить? Есть инфа. Алмазер тоже промахивается. У Литла какая-то анти-АВП аура. Выход под точку А. 17 секунд до конца. Проплех минус. Спид 4К. Отвечает Литл. Контроль и джангл. Литл. Хоть кого-то сегодня увидит Анатолий. Нет. Увидит только хэдшот. Не получилось. У Спартака все-таки закрепиться под аплентом. Вроде бы зашли. Поставили бомбу. Даже начали какие-то фраги давать. Но слишком уж много. Было представителей Фаер Шторм. В итоге 5-4. Счет выглядит довольно-таки играбельный. Болею за обе тимы. Отличный. Отличный комментарий, дружище. Это здорово. За красивый КС. У кого какие ранги. Великолепно. За Алмазера. Все. Персональность. Стикера. Завезите. Стикера Алмазера. Деньги есть у Спартака. Фаер Шторм будут продолжать пытаться огрызаться с помощью двух снайперских винтовок именно в центре. Интересный. Интересный. Может получиться раунд. Потому что Спартак идут под точку А с довольно классическим раскидом. И вот эти два авика могут даже где-то друг другу мешать. Это номера 3.5. Вот они. Оба в коннекторе. Разходятся. Один джангл. Второй коннектор. А Портник Элиас делает минус. Но его моментально разменивают. В итоге. А где план выбивания команды Фаер Шторм? Никого даже на КТ не было. Фейс Крэг. Выходит, видит просто боком стоящего Ру Фаера. Но благо все-таки спид 4К. Разменялся. И все еще сохранил шансы для своей команды. Все. КТ законтролили игроки атаки. И эти два авика уже должны просто убегать. Ретейка не будет. Литл. Литл. На уверенности давит. А ты все-таки дожимает из пистолета флэша. Алмазер. Пожертвовав тиммейтом уходит. Ну в общем. Браво Литл. Я думаю именно Анатолий Яшин. Скоординировал в этом раунде. Понимая что Фаер Шторм. Работаю с двумя АВП. Понимая что. Ну опять таки. Если это будет классический диффенс. С АВиком на КТ. Туда просто прилетает Смоук. Второе АВП. Или в коннекторе, или в окне. Туда прилетает еще две дымовых шашки. В итоге оба снайпера оказываются отрезанными от Элиаса. Ну и соответственно один единственный опорник точки А. Как бы он хорошо не стрелял. Все-таки всю пятерку атаки не остановит. В общем два АВП это здорово. Но как мы видим нужно отыгрывать все-таки более мобильно. Или оставлять АВП на Б допустим. И поджимать яму. Второе АВП в окне. Ну это уже вопросы капитану команды Фаер Шторм. Тем временем попытка форс закупа пока ни к чему не приводит. Правда забыли. Забыли дочекать плент. Вот Элиас. Так делает минус. Забрал Девайс. Алмазер. Почему-то без инфы. Литл спокойно разменялся. А как же у нас сейчас борется Элиас. Три фрага. Есть калаш. Литл. Литл с пистолетом. Да ладно. Одно ХП. Элиас. Хаешечка. Литл мансует. Уходит. Нет не уходит Литл. С одним процентом здоровья. Элиас взрывает. Взрывает Анатолия. Беда для Литла. Ну и конечно. Тут наверное не доиграли игроки которые заходили в точку А. Банально не прочекали до конца плент. Элиас находился только лишь с деглом. Дал минус. Забрал калаш. Сделал еще серию фрагов. Ну и конечно. С одним ХП уже. Спас буквально своих тиммейтов. 6-5. Все еще Спартак впереди на один раунд. Но преимущество довольно таки шаткое. Раунд очень быстрый. Попытка сплит выхода по дань ни к чему не привела. В этот раз Фаер Шторм работали через одного снайпера. Ну и все у них получилось. 6-6. Ничья у нас на экранах. Ну и как бы я не хотел особо не обращать внимания. Но дядя Флэш. Пожалуйста сделайте какой-нибудь минус. 0-2-9 за 12 раундов. Так никого и не уничтожил Флэш. Странно. Даже более чем. Особенно с учетом того, что все-таки на табло у нас паритет по взятым раундам. И вроде бы борьба идет очень-очень близкая. Энтри килл. Безответно обеспечивает Джерри. Кстати в атаке довольно часто именно Джерри делает первый минус в раунде. Ну а что Фаер Шторм? Похожий. Диффенс мы уже видели, к сожалению. Когда расстановка 2-1-2. Когда Джерри делает первый фраг в центре. И в итоге оборона отрезана друг от друга. И что самое главное. Нет банально никакой информации. Вот они стоят. Ну просто шоу интуиция какая-то происходит в стане Фаер Шторм. При этом Спид 4К уже вынужден смотреть окно. Возможно подсадились. Возможно пропрыгнули через шор террористы. Оставляя весь бэплэнд на плечах только Ру Фаера. Еле-еле делает минус Ру Фаер. Соответственно проплех. Быстрый размен. Тони Блэк. Еще один хэдшот. Спид 4К. Соло против двоих. Потерял. Потерял на бенче. Нет знает. Но знать не значит сделать минус. Проплех. Великолепная стрельба. Даблкил. С помощью дегла. Ну и все. Бомба стоит. Флэш. Никого так и не убил. Возможно сейчас его будут загонять. И все-таки свой первый минус. На этой карте Флэш сделает. Антон Кибакин никуда не пойдет. Видимо там какой-то тимток у команды. Смотрит он. Выползание с КТ Респауна. Ну очень маловероятно, что Флэш побежал бы на КТ. Потом выполз в джангл. Когда он находится на точке А. Бомба взрывается. Спартак вновь выходит с минимальным счетом вперед. Но я думаю, как для матча с коэффициентом 1 к 5. Все-таки борьба налицо. Флэш. Вот очень, наверное, тяжело собраться в такие моменты. 14 раунд. Борьба нос к носу. А у тебя 0 фрагов. Ну возможно разыграется. Возможно в атаке Флэш будет просто как Берсерк залетать на точки. И делать 2 молниеносных хедшота. Тем временем Спартак пытается фастануть. Уж что это такое. Ладно. Любопытная флэшка. Просто забегают 4 через бетом. Игроки атаки. Слишком долго, слишком долго душили первого выходящего. В итоге не убили еще и Проплеха. Литл. Великолепный выстрел в блайнде. Как нож сквозь масло. Пролетела атака. Сделай первый минус побыстрее. Возможно у команды Фаершторм сохранились бы какие-то шансы на хотя бы борьбу за этот плент. Но Проплех выжил. Сделал по итогу еще и 2 минуса. Ну и вот к такому темпу опорники Бэплэнта были не готовы. Так, привет. Привет, чатик. Что за нонеймы? Дружище, как это? Команда Спартак. Неужели ты не знаешь этих парней? Антон Кибакин. Литл. Проплех. Были на миноре. Стыдно. Стыдно не знать. Ну и Фаершторм. Тоже, кстати, поедут на лан-финал. По-моему, он будет 30 июля в Москве на российском этапе Рогмастерс. Такие дела. Так что нужно набираться практики и как можно, как можно больше тренироваться. Джерри снова первый минус. Причем Алмазер знал, в каком тайминге пойдет Джерри. Что он будет делать. И все равно не справился. Чуть ли не во втором раунде. И ровно из этой позиции Джерри убил Алмазера. Видимо, как-то на принцип уже попытался Алмазер законтролить, но не получилось. Элиас спиной. Джерри великолепно шифтом обошел через джангл. Флэш последний. Ну или сейчас, или никогда. Флэш. Первый минус. Нет. Не будет первого фрага. Статистика. 9-6, дорогие друзья, в пользу команды Спартак. У атаки по фрагам практически идеальное соотношение. 12-12, 10-10, 9. Нет явных фраг-лидеров, ну кроме Литла. 12-6, но опять-таки по фрагам очень близко. У команды Файр Шторм. Ну похуже, похуже все-таки дела. Выделяется Элиас 15 на 9. Ну и 0-11 флэш. 0-11 это боль. Начинается вторая половина. У атаки есть четкий план на раунд. Два смока, 4 флэшки. Но тут вопрос в том, что Тони Блэк играет непосредственно в точке А. Главное его найти. Так, полетели дымы, полетели флэшки Элиас. Попытка продавить джангл. Тут у нас Литл Элиас. 6 патронов. Уходит на релот. Литл Мансид. 5 патронов. Но этого может хватить. Ой-ой-ой. 5 патронов, 2 хедшота. До свидания. Говорит нам команда Спартак. 2 фрага Литл. 3-пл килл от Фейскрека. Ну и вот он пистолетный раунд. В пользу обороны. Наверное, против более титулованного коллектива, против Спартака надо было действовать. Ну или под Б, или как-то через мидл. Потому что эти два смока, они были понятны и привычны, что самое главное для дефа. То есть они знали, опять-таки Литл, что побегут в джангл, попытаются задавить, что не дочекают, кто там в пленте. Прятался Кибакин, по-моему. Ну, в общем, слишком банальным раундом пытались выйти Файр Шторм. Соответственно, сейчас экономика на спаде. Нужно делать раунд с П-250. Кстати, Алмазер даже фраг нашел. Довольно неплохо с его стороны. Но когда у Флэша по-прежнему ноль, вытащить будет очень-очень проблематично. Спид4К последний. Любопытно, что Фейскрэк посматривает яму, когда есть инфа. И понимание, что у атаки один. В общем, как-то не сфокусировался Фейскрэк. Так хорошо, что в раунде против Эко все это произошло, а не на девайсах. Ну что, давайте смотреть. 6.11. Появляются автоматы Калашникова у атаки. Ну и нужно делать первый минус. Без энтрифрага Файр Шторм. Как бы не хотелось, но проиграют этот раунд. Вот он первый минус. Забрали Литла. Интересно, что именно капитан команды Спартак не смог никого убить. Элиас двойной уже фраг. Тони Блэк из последних сил огрызается. Но тут уже хелпы не будет. Только Фейскрэк может кого-то убить. Флэшка неплохо видит Алмазера. Но спрей выше головы полетел. Проплекс инфой разменивается. Правда, нет девайса. У молодого игрока команды Спартак. Классная позиция. Ой, классно двигается. Ай! Наверное, с Калашом бы или с Эмочкой он бы сделал хедшот. Но МП7 что-то совсем не туда выпустило пули. Все, вот он первый девайсный во второй половине. Даже без участия флэша. По крайней мере, активного. Я имею в виду фрагов. Раунд упал в копилку команды Файр Шторм. 11-7. Форсят события игроки Дефенза. Это не самое стандартное решение. Особенно от Джерри, у которого все тоже МП7. Нет авика. Зато есть два кольта. 5-7 и Литтл на П-250. Ну, привычная для нас с вами картина, когда Литтл именно с этим пистолетом играет. Что у Файр Шторм по задумке на раунд? 1-3-1. Бомба под Медлом. Ну, вроде бы как планируется вылазка в район базы Б. Но это еще не точно. Флэш. Чекает окно. Чекает ледер. Ледер-рум. Там пусто. Молотово в окно. Флэш. Возможно, это момент истины. МП9 мне подсказывает. МП9. И первый минус. Наконец-то с почином. Флэш уничтожает первого. Уничтожает второго. Ну, теперь команде Спартак не сдобровать. Литтл разменивается. Проплех очень здорово прикрыл своего капитана. На стуле проблемы. Алмазер тоже не дожимает Литтла. И это раунд 2 в 2. Спартак на форсбайе. Литтл с Абиком. Ой-ой-ой. Увидели, увидели. Литтл красный. Уходит. Понятно. Потерялся Руфаэр. Ой-ой-ой. Слишком открыто стоял. В итоге даже не понял, откуда дэмэдж залетел. Проплех начекал. Спит-фокей. Отличный минус. И раунд 1 на 1. С пистолетом Литтл. Синфой. Но нет. Спит-фокей. Отличная концентрация. Великолепный стрейп. Ну и раунд без штанцев. Все-таки этот клатч выиграл более собранный игрок. 11-8. Экономический раунд для команды Спартак. Ну и если уже флэш начал убивать, то просто обязаны делать уже полноценный камбэк. Фаер-шторм. Алмазер. Выходит с прицелом под миддл. Ну, на самом-то деле я думал, что купят какой-то фармган. Фаер-шторм. Все-таки тут экономику посчитать было... Не сложно, но, видимо, все-таки слишком сфокусированы на результате. Фаер-шторм, а не на экономике. Коктейль Молотова прямиком в дым. Кибакин только рад такому повороту событий. В центре начинается мясорубка. Но Элиас вовремя обернулся под шорт. Окно уничтожил Алмазер. Ну и потеряли только флэша. В раунде под номером 20 у нас. Фаер-шторм, немного сократив свое отставание в общем и целом. 11-9. Все еще очень шаткое положение в плане финансов. У команды Спартак мы видим нет ни одного набора дифьюз-китов. Нет АВП. Только кольты и какое-то количество гранат. Встали 2 плюс 3. По плентам укрепили изначально точку А. Игроки дефенза. Ну и двойка на Б. Маловато инфы по центру. Литл должен как-то там прочекать. Ну или хотя бы послушать, что происходит в этой позиции. Проплех пытается искать свой минус. Там сразу три игрока команды Фаер-шторм. Пока довольно перспективным выглядит этот раунд именно для террористов. Проплех отвлекает на себя внимание. Ой-ой-ой. Ровно в ту секунду, когда пробегал Элиас. Проплех мансанулся. Минус по Джерри. Проплех отвечает. Ай, как же в этом раунде не везет Проплеху. И тайминги не те, и пору Фаеру сделать минус не получилось. Фейскрэк отвечает в шарте. Ну и попытка ретейка 3 в 3. Возвращаемся к мысли, что нет китов у команды Спартак. Так, Алмазер читает оппонентов. Подсадка обречена на провал. Фейскрэк безусловно погибает. Из китчена, возможно, Антон Кибакин. Выйдет. Но вот что-то, по-моему, уже уход на сейв для Спартака. На горизонте. Да, так и есть. Тони Блэк уходит на КТ Респаун. Ну и, соответственно, 10 раунд отправляется в актив команды Фаер Шторм. Так, главное не взорваться. Все, все хорошо. 7 хп у Ру Фаера. Попытка выбить девайс ни к чему не приводит. Вот такая вот капитанская уже инициатива от Литла все-таки не увенчалась успехом. Один раунд отделяет команды друг от друга. Довольно интересная борьба. Даже с учетом того, что все-таки явным фаворитом у нас является команда Спартак. Но Рокмастерс, видимо, не самый принципиальный для них турнир. Проиграли с Шерифом в первом туре. Ну и вот сейчас что-то тут такие довольно серьезные проблемы начинаются в матчапе против Фаер Шторм. Кибакин. Отличная позиция, но спид 4к успевает отойти. Кибакин чуть ли там не сгорает в этом коктейле Молотова. 2 хп у этого парня. Проплех. Неплохой минус. Кибакина дожали. Проплех. Проплех. Ну не летит. Не летит. 13 хп оставил флэш. 2 хп у Ру Фаера. Литл в уборе может закрыть Ру Фаера. Флэш тоже красный. Нарило, Аделита ловит одного. Неплохо. Фейк по бомбе. Джерри тем не менее живет. Достает пистолет. У самого Джерри уже 13 хп. Хилпа далеко. Да, Джерри закрыли. Фейскрэк последний. Чекается ли спина. Калашик забрал. Ой-ой-ой. А там один красный. Флэш. Опа. Ловит хэдшот. Видит второго под собой. Фейскрэк. Заметил Алмазера. А вот Алмазер, по-моему, не увидел Фейскрэка. Такое чувство, что ему тиммейты сказали, что дом Б. И он смотрел куда-то под окно. Хотя Фейскрэк уже вышел из дверей. Щекотливые. Щекотливые раунды для команды Спартак. Но вот в прошлой разыгровке все-таки получилось дожать. Получилось выиграть раунд. Два ВП, к слову, и у команды Спартак. За сторону Диффенса. Фейскрэк. Агрессивная игра в центре. Попытка занять Смоук. Здесь только лишь Элиас. Не читается игрок в упоре. Да. Энтри килл. Фейскрэк. Ну, все. Очевидно, что это будет А. Файршторм. Нужно было или уходить, или сразу же. Вот просто как только убили игрока в центре. Врываться на А. Ну, мы видим, это просто разрыв. Флэш последний против троих игроков обороны. Ну, по одному, конечно, не самая здравая идея. Но Джерри прикрывает Литла. И это тринадцатый раунд для Диффенса. Очень вовремя заканчиваются деньги для атаки. Причем Алмазер сразу закупился. Видимо, не обратив внимания, что у трех тиммейтов-то девайсов не будет. Но в итоге два калаша. Спид 4К почему-то не поддержал инициативу товарищей. Решил играть даже без армора. То есть... Ладно, с пистолетом, но без армора. Даже если он подберет калаш, то все-таки потащить будет сложновато. Так, 13-10. Раскинули точку А. Уходят под Б. Файршторм. Но там уже чуть ли не в Терри спаун докрался Джерри. Алмазер принес бомбу. Поздравляем Алмазера. Джерри еще один минус. Файршторм. Ну, как-то... Тильтанули, по-моему, под конец этой карты. Непонятный бай. Непонятная задумка на раунд. Спартак. Уже прожали мидл. Уже прожали Б. А Файршторм вообще без понятия. Без контроля карты. Бегут чуть ли не с ножами. Под эти позиции. Ну, вот. Вот к чему это приводит. Спид 4К. Да, теперь он может купить себе калаш. Но у всей остальной команды нет девайсов. Как-то не согласованно это смотрится. Калаш без армора. Куда? Куда катится игра команды Файршторм? Что это за калаш без армора? Элиас. Непонятно. Так тащили. Флэш не убивал. Все равно пытались Файршторм. Но вот почему-то в последних нескольких раундах мы видим это. Ну, просто разрыв, развал какой-то. И тотальная доминация команды Спартак. Потеряли Алмазера. Бомба под респауном. 1-2-1. Расстановка команды Файршторм. Попытка выйти с тэками на такую гигантскую дистанцию ни к чему не приводит. Ну, как и игра с калашом без армора. Соответственно, никого не теряют игроки команды Спартак. Ну и вот вам целых 5 маппоинтов для Литла и компании. Атака, сделав серию непонятных закупов, остается с практически нулевой экономикой. Так как даже бомба в последних раундах у нас не устанавливалась. 10-15. Раунд 5-б. Встречать это движение будет один игрок. Это проплех. Но, в принципе, есть коктейль Молотова. И можно за счет только одних гранат довольно продуктивно сдерживать команду Файршторм. Фейскрэк. Он уже занял миддл. Слышит движение под бета. Флэш там топает. Пришла хилпа. Слишком медленно. Слишком медленно атакуют. Протфлэшку. Нет. Это конвейер смерти. Два фрага от проплеха. Литл закрывает флэша. Достает пистолет. Видит боком игрока. Походу, это ггшечка на первой карте. Да, так и есть. Великолепное окончание карты для команды Спартак. Действительно поплыли и, я бы даже сказал, тильтанули в последних трех-четырех раундах Файршторм. Эх, ну как-то так. Ладно, первую карту выигрывает Спартак. Настолько яркое было начало. Настолько плотную борьбу навязали все-таки фаворитам Файршторм. Что даже немного обидно смотреть за такой вялой концовкой первой карты. Тем не менее, серия у нас до двух побед. Так что далеко не разбегайтесь. Вернусь к вам вместе со второй картой. Это будет The Cobblestone. Субтитры создавал DimaTorzok